Рождественские московские чтения Для того, чтобы самим посмотреть и вам показать эти артефакты реальной, не только личной жизни великого поэта, но и его книги, его рассказы, которые лишь помогут сохранить память об этом великом русском поэте. Пойдемте. Находясь в музее Пушкина, мы обратили внимание на метрическую книгу, куда записывались имена крестившихся во имя отца и сына и святаго духа младенцев. Здесь мы можем прочитать удивительную рукописную запись, которая гласит. 27 мая во дворе коллежского регистратора Ивана Васильева Скворцова у жильца его Сергея Львовича Пушкина родился сын Александр. Крещен июня 8 дня восприемник граф Артемий Иванович Воронцов, кума, мать означенного Сергея Пушкина, вдова Ольга Васильевна. Вот такая метрическая запись хранится в музее. В сентябре 1826 года Александр Пушкин вернулся в Москву из Михайловской ссылки и поселился в доме Сергея Соболевского. И там же он оставался на ночлег и, по всей вероятности, как хранят предания работники музея, отдыхал на этой кровати-кушетке, которую мы можем с вами сегодня увидеть своими глазами. В музее хранится самовар, из которого, бывая в гостях у Олениных, Александр Сергеевич Пушкин пил чай. Он отличается необычной формой, особенно краном в виде орлиной головы. Ну и, конечно, сам факт того, что вот, может быть, у этого самовара сидел Александр Сергеевич и размышлял о Вечном, о Душе, о Боге. Наверное, для каждого из нас должно быть интересно. Может быть, за чашкой именно у этого самовара Александр Сергеевич Пушкин ответит святителю Филарету Дроздову своими удивительными проникновенными словами «Твоим огнем душа согрета, отвергла мрак земных сует, и внемлит арфия Филарета в священном трепете поэт». А вот здесь хранятся ножницы для снятия нагара со свечей, потому что свечи коптили, и, обрезая фитилек, они коптить переставали. И Пушкин дальше зачинял свои замечательные произведения. В 15-м зале Пушкинского музея хранится перо Александра Сергеевича Пушкина, которое было взято у него 20 марта 1837 года. Здесь же хранится слепок, который взят с его лица сразу после смерти, а также прядь волос Александра Сергеевича Пушкина. Как замечательно, в своем стихотворении я памятник себе воздвиг нерукотворный, сказал Александр Сергеевич Пушкин. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет, и тленье убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пеит.